С 1 июля вступили в силу новые правила кредитования, которые прежде всего коснутся работы микрофинансовых организаций. Теперь общая сумма процентов и прочих платежей по договору займа не сможет превышать сумму основного долга более чем в два раза. Примечательно, что правила действуют только для кредитов, взятых на срок не более одного года. Проще говоря, взял 1 тысячу рублей, все, что нужно будет вернуть, максимум 3 тысячи рублей. Но и это далеко не все. Вот эта предельная сумма, действие ее продержится всего лишь полгода. С 1 января 2020 года это превышение составит не два, а уже полтора раза. Другое нововведение, которое вступило в силу с 1 июля, это новое предельное значение полной стоимости кредита или займа. И ограничение процентной ставки из расчета в день. Так вот, 1% в день или 365% годовых. Вот предельное значение. Другая финансовая новелла этого лета – законодательное закрепление права заемщика на ипотечные каникулы. Раньше отсрочку на несколько месяцев гражданин мог получить только с согласия банка. Теперь же в случае сложных жизненных ситуаций кредитор обязан предоставить должнику возможность приостановить платежи на 6 месяцев. Сделать это можно, правда, только один раз, и если для этого имеются веские основания. По тяжелыми жизненными ситуациями понимается, ну, во-первых, это потеря работы. Во-вторых, снижение ежемесячного дохода заемщика на 30% и более, более 30%. Инвалидность первой и второй группы, заболевание, временная нетрудоспособность на срок более двух месяцев. И наличие у заемщика, не наличие, а появление у заемщика дополнительных ежедневенцев в семье. То есть, например, рождение ребенка. Именно вот эти условия будут являться тяжелой трудной жизненной ситуации с точки зрения законодательства. Комплекс мер направлен на социализацию рынка банковских и микрофинансовых услуг. Потребитель должен четко понимать, на каких условиях ему предоставляют заем. А в случае нарушения прав можно обратиться в интернет-приемную на официальном сайте Центрального банка. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.